Теперь познакомиться с историей города может каждый. Для этого нужно посетить музей-усадьбу имени Голдобина, где собраны самые уникальные экспонаты, сохранившиеся со времен XIX века и Советского Союза. В музее собрано более двух с половиной тысяч уникальных экспонатов, в их числе мебель, посуда и бытовые предметы. В честь открытия реконструированной усадьбы все желающие смогли увидеть архив города. Вот это сердце музея. Я очень рад, что музей обрел вновь. Красивый, хороший, уютный дом. Не только для работы, а для того, чтобы знакомить жителей с достижениями предыдущих поколений, сохранять историю. Одним из таких уникальных экспонатов считается буддийская статуя, которая была создана в далеком XVI веке в Верхнеудинске, который спустя время был переименован в Улан-Удэ. Например, стены музея – это те же самые листочные бревна конца XIX века. Их не стали закрывать различными перекрытиями. Ну и вообще стоит учесть, что для того, чтобы здание сохранилось, его время от времени необходимо добавлять какие-то современные материалы. Отметим, что реконструкция музея проводилась в рамках национального проекта «Культура». Консолидированный бюджет составил 28 миллионов рублей. Конечно, для нас это очень значительный такой вклад вообще именно в отрасли культуры города Улан-Удэ. Сделано очень много работ. Прежде всего, это, конечно, замена у нас кровли произошла, ремонт фасадной части здания. У нас восстановлена историческая картинка внутри здания. Проведены монтажные работы, заменено напольное покрытие, установлена система кондиционирования и пожароохранная сигнализация. Обновлена крыша и стены, установлены видеокамеры. И даже открыт зал, где будут проводиться лекции, посвященные истории. Также в усадьбе отреставрировали балкон. Такой вид виден когда-то царевич Николай. В прошлый визит правоприемника Российского престола на улицу города проводились гуляния ничуть не хуже. Наш музей – это не просто помещение с экспонатами, это хранилище. Это память о поколениях Улан-Удэнсов, о их свершениях, их чаяниях, их результатах. В стенах музея хранятся исторические документы, связанные с работой Верхнеудинской городской думы. А Улан-Удэнский городской совет депутатов является правоприемником Верхнеудинской думы. Думаю, что наши жители, гости, дети наши будут через документы, через фотографии, через экспонаты, которые хранятся в надежных руках наших коллег, знакомиться с историей развития нашего любимого города Улан-Удэн. В музее истории города каждый может найти для себя что-то интересное. Так, например, дети узнать историю, а старшее поколение окунуться в молодость. Вообще мне понравилось, знаете, стариной, вот я тоже уже в летах, дай бог мне, и помню вот эти утюги, вот туда угли уложили, вот такой, знаешь, вот так вот. Посетить обновленный музей истории города может любой желающий с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Татьяна Усольцева, Бато Гармын, Новости дня.